Почему мужчина не работает над отношениями? Почему я что-то пытаюсь делать в отношениях, а мужчина вроде бы как не пытается? И ты считаешь, что у вас отношения, и паришься над ними, а он вообще не считает, что у вас отношения, он вообще может быть от тебя, хочет только секса. Почему он меня не слышит? Почему он игнорирует? Почему он воспринимает штыки? И мне нужно ослабить его сопротивление. И чтобы ослабить свое сопротивление, мне нужно, в первую очередь, самому сдаться и показать, что я без оружия. Они приходят со списком минусов партнера и начинают предъявлять по нему претензии. Это бесконечная война, бесконечные упреки, претензии и так далее. Привет, меня зовут Ярослав Самойлов, я психолог, эксперт в отношениях. И прежде чем мы перейдем к этой важной теме, к этому важному обучающему видео, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал и обязательно, обязательно, обязательно смотри это видео до конца. Кстати, приглашаю тебя на бесплатный онлайн-курс «Мужчина. Честная инструкция», где мы разбираем темы, как перезагрузить непонятные отношения, как привлекать мужчин и сделать правильный выбор, как создавать по-настоящему счастливые отношения, которые классны не только первый период влюбленности, а столько, сколько ты сама захочешь. Прямо сейчас под этим видео кликай по ссылке и записывайся на бесплатный онлайн-курс прямо сейчас. Как часто вы слышите? Я работаю над отношениями, а он не работает. Почему вот все женщина, почему женщины так парятся над отношениями, а мужчины так не парятся? Но обычно этот вопрос звучит более индивидуально, то есть вот я стараюсь, вот я пытаюсь как-то улучшить отношения, я пытаюсь с ним поговорить. Такие вопросы. А как правильно просить подарок, чтобы получить этот подарок? Потому что то, как я прошу, в итоге я ничего не получаю. И по сути, почему я что-то пытаюсь сделать в отношениях, а мужчина вроде бы как не пытается? Мы это будем разбирать. Но и первое, с чего мы начнем, конечно же, изначально нужно убедиться. Я прямо сейчас вспоминаю вот эту картинку, знаете, на картинке фотография мужчины и отдельно фотография женщины. Женщина у себя дома, мужчина у себя дома, и женские мысли она думает. Почему он не работает над отношениями? И подпись возле мужской фотографии. Он не знает, что у них есть отношения. А он не знает, что... Первое, нужно убедиться. Ты вообще, если у вас какие-то отношения на расстоянии или какие-то любовные треугольники, что-то непонятное, вы не живете вместе и так далее, и ты считаешь, что у вас отношения и паришься над ними, а он вообще не считает, что у вас отношения, он вообще может быть от тебя хочет только секса, и вы там раз в неделю занимаетесь. Или вообще тебя как-то серьезно не рассматривают, ты тратишь кучу энергии на какие-то мысли, а он вообще об этом не думает. Но это вообще как бы жесть, и нужно в этом убедиться, что тут хотя бы здесь есть пазл. Но давай разбирать мужчину и женщину, которые живут вместе. У них есть какой-то срок, так называемый, с которым они вместе. Наверное, уже есть ребенок, или нет ребенка, или есть дети. Это не так важно. На чем зациклены большинство девушек? Она думает, как ему что-то, почему он меня не слышит, почему он игнорирует, почему он воспринимает штыки, почему мои желания не услышаны, почему мои просьбы не исполняются, что не так. Я хочу тебе вернуть немножко назад. Пойми, пожалуйста, все вот эти вопросы характеризуют одинаковый фактор. Отсутствие в отношениях открытости, близости и доверия. Там нет близости и открытости и доверия. Что я имею в виду? То есть давай представим, что у нас есть открытость, близость и доверие, у нас все хорошо, если мне что-то не нравится. Я подойду и тебе скажу, дорогая, смотри, мне вот есть моментики, которые меня чуть смущают. Давай как-то выясним их, проясним, и чтобы мы больше на этом не фокусировались и будем дальше двигаться к счастью. Если у нас есть близость, открытость и доверие друг к другу, ты скажешь, спасибо, Ярослав, я тебя услышала, да, конечно, давай. Ну или нужно будет какие-то моменты еще прояснить. И по сути, как наладить отношения, как улучшить отношения, что нужно сделать? Просто прийти и тупо сказать партнеру, что что-то, ну желательно мягко и спокойно, что что-то не так, я бы хотел это откорректировать. Ну, в общем, так поговорить. И ты скажешь, как банально, Ярослав, я это уже делала. Верно. И когда ты это делала, и все получалось, все менялось. Но чем дальше отношения двигались дальше, тем это все хуже работало. И сейчас ты уже понимаешь, потом это могло перерастать уже не просто в разговор, а уже в претензию, мне там что-то не нравится, и он даже мог исправляться. Но чем дальше, и это перестало работать. И время как бы тебе принесло уже в какую-то другую ситуацию, но чтобы это все разрулить, чтобы, так сказать, перезагрузить отношения, тебе нужно вернуться в точку ноль. И твой первый вопрос должен быть не как ему что-то доказать, как его убедить, как сделать так, чтобы он работал над отношениями или слышал мои желания. А мой первый вопрос должен, если мне эти отношения важны и интересны, как в этих отношениях создать фундамент, который состоит из доверия, близости и открытости. Как сделать так, чтобы мы снова могли разговаривать с друг другом без претензий внутренних, без обид, а ясно и спокойно. И могли слышать друг друга. И здесь точно не работает то, что нужно прийти мужчине и наваливать, в чем он виноват. Потому что, когда ты наваливаешь, в чем он виноват, и что с ним не так, у него только забор еще становится более каменный, и его сопротивление, и желание тебе слушать и слышать только усиливается. Оно не уменьшается. И поэтому я давай так скажу, если бы моей задачей было сделать так, чтобы мужчина, чтобы партнер меня слышал, чтобы мы воссоздали фундамент открытости, близости и доверия, мне нужно понимать, что если я буду идти с претензией, штыки в мою сторону будут усиливаться. И первое, что нужно мне прийти, это прийти и сдаться. И сказать, слушай, дорогой мой партнер, знаешь, моя цель-то вообще, прости, что я где-то косячил, может быть где-то не так себя вел, но моя цель это наше взаимное счастье. И я понимаю, что я был неправ в ряде моментов, что я этим получаю, когда я начинаю диалог так. Я ослабляю ограждение, я ослабляю забор другого человека, я ослабляю сопротивление другого человека. А зачем я ослабляю его сопротивление? Потому что я что хочу? Я хочу воссоздать доверие, близость и открытый разговор. И мне нужно ослабить его сопротивление. И чтобы ослабить свое сопротивление, мне нужно, в первую очередь, самому сдаться и показать, что я без оружия. Чтобы показать, что я без оружия, я, ну, один из способов это сказать, что я понимаю, где я косячил, да, и мне еще важно от тебя услышать, где я косячил. То есть, это первое, что нужно делать, это разобраться от этого человека, когда ты получишь от этого человека, запросишь и получишь ответ на вопрос 10 моих минусов, как твоего партнера, напиши, где я косячу. Напиши на листочке смс-кой, можешь проговорить, как тебе удобнее, можно по телефону. Мне, знаешь, важно понимать, где я косячил, что я делал не так. И как только ты получишь этот список, тебе сразу будет понятно, что мне нужно сделать пошагово, чтобы приблизиться в наших отношениях к доверию, близости и открытости. И пока я не начну исправлять свои минусы, мне бессмысленно приходить с другим списком, говоришь, слушай, а меня вот это в тебе не устраивает. Бессмысленно мне предъявлять этот список, пока я не решил свой список. И большинство этим занимаются. Они приходят со списком минусов партнера и начинают предъявлять по нему претензии. Это тоже так можно, но если мы видим, чем это заканчивается, продолжать, точнее, это даже не заканчивается, это бесконечная война, бесконечные упреки, претензии и так далее. Да, на время они мирятся и часто так звучит вопрос, Ярослав, мы постоянно ссоримся. Послушайте, со мной невозможно поссориться, если этого не хочу. Вот если я не хочу конфликта, если я не воюю с человеком, со мной невозможно поссориться. Да, со мной возможно перестать общаться, со мной возможно успокоиться рядом, да, но со мной невозможно ссориться, если этого не хочу. И поэтому, если вы ссоритесь, значит, у вас идет взаимная, взаимная, взаимная война. И это ни к чему не ведет. Да, временно это затихает. И, конечно же, война – это способ построения отношений. И то, чему мы научились у наших родителей. Потому что большинство наших родителей строили отношения именно так. Через войну, претензии и так далее. Поэтому, отвечая на вопрос, почему мужчины не работают над отношениями, он чувствует бессмысленность. Он понимает, что даже если я буду делать все то, что ты мне говоришь, у него нет уверенности, что это приведет к вашему взаимному счастью. И поэтому он чувствует бессмысленность. То есть у него нет ответа на вопрос, а зачем мне тебя слушать? А зачем я должен? Какой смысл мне в том... То есть мне не сложно сделать ровно то, что ты говоришь. Ему не сложно. Просто у него уже есть убеждение, что даже если я сделаю все то, как ты говоришь, как ты считаешь нужным, это не приведет к счастью. И поэтому он, скажем так, пассивен. Я сейчас не оправдываю мужчин, я сейчас не обвиняю женщин, и не говорю, что женщина виновата в этих отношениях. Я просто объясняю, что, как, почему происходит. Поэтому, если ты хочешь реально наладить отношения, если ты хочешь, чтобы тебя мужчина слышал, ну, в нормальных отношениях просто приходится, и это озвучивается вслух. И в моменте не накапливается конфликт, в моменте все решается. Если после обзвучивания вслух конфликт только усиливается, значит, в ваших отношениях нет фундамента. Если нет фундамента близости, открытости и доверия, тогда, ну, это все равно, что дом строят на неправильном фундаменте. Ты можешь построить красивейший небоскреб, который через некоторое время треснет и разрушится. Поэтому, и чтобы уметь строить этот фундамент, нужно нелюбимое слово, нелюбимый ответ для большинства людей – пахать над собой, ни над человеком, ни над президентом, ни над курсодолларом, а над собой, своим прошлым, своим эмоциональным состоянием, умением взаимодействовать с людьми и всегда искать не вину в себе, а понимание, как я что-то создал. Вот, знаете, некоторые обвиняют то, что я говорю, что женщина во всем виновата. При том, что я ни в одном видео, ни в одном видео за все время не сказал, что женщина в чем-либо виновата. Ни разу. Поэтому не нужно путать «виновата» – «виноват» и «просто создал». И я автор. Если вот так происходит, значит, я это как-то создал. А если ты хочешь более подробно разобраться, как же создавать этот фундамент близости, открытости и доверия? Фундамент, при котором два партнера, мужчина и женщина, делают друг друга счастливыми, при котором мужчина будет в тебе видеть лучшую женщину не только пока он влюбленно-чарован, не только пока он сексуально заинтересован, не только пока до рождения первого ребенка, а столько, сколько ты сама захочешь. Если ты хочешь понять, что нужно делать, чего нужно делать, а главное, по какому пути есть смысл следовать и в процессе этого пути пожинать плоды этой жизни, снимать вишенки с тортика этой жизни, тогда прямо сейчас под этим видео кликай по ссылке и записывайся на бесплатный онлайн-курс «Мужчина. Честная инструкция». Если это видео было для тебя полезно, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал, пиши твои вопросы в комментариях и до встречи в следующих видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok